Цены на маршрутки из регионов Минск опять поднимаются. Гродненская область названа самой безопасной для проживания в Белоруссии. Половина сельхозпредприятий не готова к посевной. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Маршрутчики, которые возят пассажиров из регионов Минск, поднимают цены. По одному из маршрутов стоимость билета вырастет сразу на 5 рублей. Например, компания «Супербус» 29 марта повысит стоимость билетов на маршрутки из Хотимска в Минск до 35 рублей. И это при том, что предыдущее подорожание произошло совсем недавно, 26 января. Фирма «Автотранслайн» повысила цену на билеты из Бобруйска в Минск до 17 рублей. Это на 3 рубля больше, чем было до этого. Билеты на маршрутки из Столина в столицу также подорожали до 25 рублей. В Министерстве торговли отмечают, что чиновники не регулируют стоимость проезда у частных перевозчиков на междугородние рейсы. А у государственных – да. Поэтому если все перевозчики не обоснованно одновременно поднимут цены, то это уже может быть нарушением антимонопольного законодательства. Однако каждую ситуацию надо анализировать отдельно. Увеличение стоимости проезда может быть связано с ростом курсов доллара и евро. Соответственно, запчасти и расходные материалы тоже дорожают. Гродненская область названа самой безопасной для проживания в Беларуси. Судя по данным Белстата, за год здесь было совершено всего 8526 злодеяний. Среди них 31 убийство, 11 изнасилований, 408 наркопреступлений и 1051 мошенничество. Самым преступным в 2023 году оказался Минск. Там зарегистрировали 20 941 преступления. По числу преступлений на душу населения лидирует Минская область. В целом, по регионам количество преступлений в 2023 году по сравнению с предыдущим годом незначительно упало либо не изменилось. При этом очень сильно выросло количество мошенничеств – сразу на 59%. Их зафиксировано более 11 тысяч случаев. Всего же в 2023 году в Беларуси было зарегистрировано более 85 тысяч преступлений. Стоит отметить, что с 2006 года в стране наблюдалась устойчивая тенденция к снижению преступности. Однако в 2020 году произошло резкое, аномальное увеличение количества зарегистрированных случаев до 95 с половиной тысяч. Как видим, аномально высокие показатели сохраняются до сих пор. И причина этого всплеска очевидна – возбуждение тысяч политически мотивированных уголовных дел. Половина сельхозпредприятий не готова к посевной. Об этом сообщили в Комитете госконтроля. По результатам мониторинга в 205 хозяйствах во всех регионах Беларуси было зарегистрировано всего 57% минеральных удобрений от необходимого к весеннему севу. 43% проверенных хозяйств установлены факты низкой готовности сельхозтехники. В ряде сельхозорганизаций подготовка техники к посевной не осуществляется из-за отсутствия механизаторов. В некоторых хозяйствах контролерами установлены факты приписок готовности техники и необеспеченность в полном объеме семенами для сева запланированных площадей. Ранее также сообщалось, что сельское хозяйство Беларуси в целом испытывает огромный дефицит водителей, о чем даже открыто заявляли в правительстве. Привлекать специалистов приходится с предприятий промышленности или схозов. Друзья, прежде чем продолжить, прошу вас подписаться и поставить лайк этому видео. Только не забывайте о своей собственной безопасности. Жителям Каменецкого района перерассчитали завышенную коммуналку за три года. Это стало возможно после проверки соблюдения законодательства, которую провела прокуратура Брестской области. По ее итогам в самом областном центре, а также в Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Пружанском и Столинском районах были выявлены нарушения в инвентаризации жилищного фонда. В 46 случаях была завышена общая площадь помещений, находящихся в коммунальной собственности. В итоге их пользователи уплатили лишние 2200 рублей. Например, сотрудники Каменецкого ЖКХ, несмотря на отчет о проведении годовой инвентаризации жилых помещений государственного жилого фонда, не нашли ошибок в документах. В итоге жильцы трех арендных квартир вынуждены были долгий период времени оплачивать как ренту, так и коммунальные платежи за несуществующие 21 квадратный метр. В итоге был проведен перерасчет за последние три года и переплаты были возвращены жильцам. Сообщается, что по итогам проверки к ответственности был привлечен начальник структурного подразделения предприятия ЖКХ. Идеологи Брестского государственного технического университета задействовали студентов в презентации фотовыставки «Чувство Родины», посвященной десятилетию аннексии России и Крыма. Известно, что на мероприятии в здании Русского дома в Бресте водили как минимум две учебные группы. Интересно, что на открытии при этом других посетителей не было, а университетские руководители не постеснялись подать отчет об этом спорном мероприятии на своем официальном сайте. В итоге полсотни белорусских студентов вынуждены были слушать историю о воссоединении Крыма с Россией и соглашаться с ней. Как пишет сайт университета, участники мероприятия узнали о событиях, произошедших в марте 2014 года и увидели исторические кадры митингов, поддержку референдума и воссоединения с Россией, празднование их результатов и подписание договора о принятии в состав РФ. Также правозащитникам стало известно, что эту лекцию вел председатель русского общества Сергей Молодов, награжденный так называемым орденом Ломоносова за заслуги и большой личный вклад в консолидацию русского мира. В Слуцком районе после череды смертельных ДТП светили дороги. Речь идет про развязку на 102-м километре дороги Р-23, трассе Р-43, Зависеи и дороги вблизи деревни Ячево. Как сообщает телеграм-канал Слуцк, Беларусь новости, инициатором выступила местная госавтоинспекция. По информации ресурсов, в Слуцком районе в последнее время резко возросла аварийность. За три дня произошло три ДТП со смертельным исходом, в которых на месте погибло четыре человека. Двое в крайне тяжелом состоянии оказались в больнице. Очень трогательная история произошла в Могилеве. Там на одной из городских остановок кто-то прикрепил лист с фотографией парня и следующим текстом. У моего друга день рождения. Он сейчас живет в деревне, обычно никто его не поздравляет. Если не сложно, даже если сложно, то поздравьте его, пожалуйста. Для связи указан QR-код, который ведет на телеграм и инстаграм парня. Онлайнер решил проверить, не шутка ли это, и вот что узнал. В мессенджере журналистам ответил Евгений. Парень признался, что у него действительно день рождения. Ему исполнилось 18 лет. Он на заочном учится на юриста в Могилеве и постоянно проживает в деревне казачки в Шарковщинском районе. Один из его друзей заранее предупредил, что на его день рождения будет что-то веселое. К моменту разговора в телеграмме ему пришло порядка 500 поздравлений, причем не только из Могилева, но и из других городов. Евгений признается, что постоянного места работы у него сейчас нет. В Минске, куда иногда выбирается по делам, подрабатывает моделингом, а в деревне за деньги колет дрова соседям. Парень рассказал, что день рождения для него не всегда насыщен приятными эмоциями, однако это точно получился веселым. Друзья, напоминаем, рубрика «Горячий комментарий» теперь выходит в новом формате с понедельника по пятницу в 19.30 по Минскому времени в живом эфире. Подключайтесь и задавайте свои вопросы нашим спикерам, а также подписывайтесь, чтобы получать уведомления о всех наших публикациях. До встречи в эфире и Жыве Беларусь!